Приветствую вас на первом циничном канале и продолжаю отвечать на вопросы подписчиков Сегодня у нас не совсем обычный вопрос Это пожалуй первый и пока что единственный положительный комментарий к одному из моих сюжетов Написанный женщиной Он довольно объемный, я его процитирую частично, чтобы была понятна суть вопроса Какие-то моменты прокомментирую сразу по ходу цитирования, какие-то уже после основную массу Ну и по порядку У меня младший брат, год живет отдельно от семьи Пыталась объяснить ему природу женских поступков, действий, намерений, удавалось слабенько Вот это прокомментирую сразу Здесь речь даже не про конкретного человека, а про природу мужского оленизма Что вещь эта достаточно глубоко сидящая где-то на подсознательном уровне Смотрите, очень показательный пример Женщина объясняет мужчине природу женских поступков По сути даже некоторым ренегатом при этом является Казалось бы, где больше авторитетности можно найти, чем непосредственно в пояснениях женщины И ведь не верят А вот теперь подумайте, какой шанс перевоспитать, перепрограммировать оленя Если объяснять вы будете ему сами То есть, допустим, друг объясняет своему другу, который заоленился в последнее время Он может вам привести кучу контраргументов Что ты в бабах не разбираешься, я лучше их знаю Ты их там видел-то со стороны, а я вот такой прям знаток, эксперт И в отличие от тебя я понимаю, что разведенка с прицепом это вообще лучшее, что бывает в этой жизни Если даже женщине он не верит, то как он поверит вам? По сути, более авторитетного мнения-то быть не могло в данном случае Но тем не менее, то есть вот понимая, насколько вообще можно перепрограммировать оленя Практически невозможно Но это я всегда говорил Дальше какие-то моменты пропускаю Никогда не думал, что буду благодарна мужчине с таким отношением к женщинам Стараюсь Все, что слышу, анализируется Применяю на себя, многое сходится Это меня первое время конфузило Пропускаю какие-то моменты Основная масса женского рода и не подозревает о том, что они бракованные Очень интересная мысль, я ее потом прокомментирую Ну и суть вопроса Есть несколько дочерей Это вдова пишет Есть несколько дочерей, младшие три года Как сделать, чтобы она выросла нормальной? Потому что все-таки женщины не подозревают о своей бракованности Воспитываются системой Вы знаете, очень многие в комментариях, очень многие подписчики Просто зрители Меня всегда обвиняли, что я критикую женщин, обвиняю их в чем-то Унижаю даже Ничего подобного Я их не обвиняю уж точно Может быть критикую, но не обвиняю Можно ли обвинять человека, который заболел чумой? Я думаю, что нет Причем тут его вина, если эпидемия чумы идет Рекомендовать не быть с ним в одной комнате можно Это принцип карантина Иначе вы заболеете чумой Поэтому, когда я описываю те или иные типологии женщин Я всего лишь говорю, что вот с этой быть не стоит Это негодная там баба С ней не стоит выстраивать отношения Выстраивать семью Потому что в итоге она себе жизнь сломает 100% Подсев на этот матриархат Но сначала она сломает ее вам И поэтому уж если она на него подсела Тут некоторая закономерность хотя бы Что ее жизнь под откос пойдет Но вы-то на него не подсаживались В чем закономерность, что и ваша пойдет Впереди ее под откос Вот, я же никогда не говорил, что их надо, не знаю В тюрьму посадить, расстрелять, оштрафовать Я всего лишь говорил, что Не надо с ними строить семью И даже заводить более-менее серьезные отношения Да, действительно Часто, ну, женщина не то чтобы не виновата В некотором смысле можно сказать, что она не виновата В том, что она вот становится бабой в конечном счете Нужно понимать, какой прессинг на нее оказывает матриархат Вот это матриархальное общество Которое ее практически с молодых ногтей, с пеленок Загоняет вот в такое идиотское положение Поэтому вины нет Просто отношения с ней строить нельзя Это негодный человек для отношений Вы представьте, вот допустим Рождался бы ребенок в мире наркоманов Вот родился ребенок И как только он начинает человеческую речь понимать Ему сразу говорят, что наркотики это самое ценное, что есть в жизни Только употребляя наркотики можно быть человеком Вот эта жизнь, которую ты видишь Это ерунда Она ничего не стоит Вся жизнь там, вот в том иллюзорном мире Ну проживешь ты тут 90 лет Ну 100 проживешь Ну и что, ты ничего не увидишь Лучше ты проживи 5, но ярко Такие моменты увидишь Радуга просто цветная А здесь что, все серо и уныло Дальше он вырастает Почему-то он решает не колоться наркотиками Он вырастает Идет в школу Ему в школе говорят Ты что, ни разу еще не кололся? Да ты что, лох что ли? Ему там рекомендуют Он включает телевизор Две дозы по цене одной Шприцы в подарок И вот он почему-то не хочет, не хочет и так далее В конечном счете он полностью разрывает какие-то социальные связи Потому что это связи только с наркоманами А нету никого вокруг, больше только наркоманы Что он должен сделать, чтобы не стать наркоманом? Полностью исключить социальное взаимодействие практически Стать таким изгоем в этом обществе Но быть почему-то В силу каких-то своих причин Настроенным против наркотиков У женщин примерно то же самое Очень рано на нее начинает давить общество И делает ее вот бабой По большому счету Это изначально родственники Та же разведенка с прицепом Начнет, естественно, свою дочь прицепа Настраивать на то, чтобы она разделила ее судьбу И делать она это будет не напрямую Напрямую она это будет делать, когда уже дочка подрастет Вначале она будет это делать Объясняя, что мальчик-песочница Ей должен там лопатку дать А она ему ничего не должна при этом Потому что она девочка Примерно так То есть ничего общего с какими-то семейными, сексуальными темами Нет На пальцах На песочнице Поэтому прессинг оказывается колоссальный И во многом они действительно не виноваты Поэтому они становятся бракованные И никакого наказания я бы за это не предполагал Просто, что называется, отстранить Какого-нибудь там пораженного чумой Ну и все И не связываться Теперь непосредственно ответ на вопрос Что нужно сделать Прежде чем Да, чтобы дочь нормально выросла Да, действительно, я считаю, что в три года Ребенок еще не поражен этой заразой матриархальной Что-то сделать, да, можно Единственное, что сначала хотелось бы сказать Если фильм смотрели, остров Его одно время по телеку крутили часто Собственно, фильм в доску православной В доску христианской Но суть не в этом Там один эпизод есть Женщина приходит к старцу за советом И, соответственно, старец ей этот совет дает В советское время, практически в военное время Ехать во Францию С мужем пообщаться Я не буду сейчас пересказывать Ну, вкратце Женщина приходит Буквально полгода прожила с мужем Потом он на войну попал Исчез на войне Без вести пропал И вот, соответственно, помолитесь за его душу А старец там провидец Говорит, что он помирает сейчас во Франции Сначала в плен попал Потом во Франции остался Сейчас он помирает И вот как бы думает о тебе Поэтому он теснится постоянно Езжай во Францию На что она говорит, что Как я выехаю во Францию Вы что там Ну, это конец сороковых Или еще военное время Наверное, нет, это уже Нет-нет, ошибся Это уже 60-е, 70-е Про военное время речь шла Ну, то есть, как я в советское время Выехаю во Францию И так далее Он говорит, просто вот Делай, и все получится Так вот Вот этот момент Он присутствует В православной культуре Когда люди едут Спросить там У какого-то прозорливца совет Но готовы принять Только тот совет Который их устроит И именно поэтому Они и решают Что прозорливый, грубо говоря, старец Там, духоносный Или недухоносный Если он скажет Что они хотели услышать Духоносный Если он скажет что-то Что им не нравится Недухоносный Кривой старец Я на роль старца Не претендую Не дай бог Младостарчеством Никогда не страдал Но тем не менее Просто тот совет Который я могу здесь дать Я считаю, что он эффективный Но он довольно-таки жесткий Это примерно то же самое Что в 60-е годы Отправить человека во Францию Возникает вопрос Как? Ну вот Тем не менее Другого совета нет Итак, собственно, совет Я уже в других сюжетах говорил Максимально ограничить Вот этого ребенка От взаимодействия с обществом Это отсутствие детского сада Это школа В виде надомного обучения И сдача экзаменов экстерном То есть вы сами занимаетесь обучением В школу ребенок не ходит Потом сдает экзамены Это в идеале Заочное образование в институте Или в колледже Ну а может быть и то и другое Колледж, институт Все заочно И очень позднее вступление В такую взрослую жизнь То есть по сути Ребенок начинает Ну уже не ребенок, а взрослый человек Начинает функционировать как-то в обществе По сути, идя только на работу Очень многие люди со мной не согласятся Очень часто я в опровержении вот таких мыслей Слышал, что ребенок не научится Функционировать как-то в обществе Не научится решать какие-то проблемы Взаимодействовать Конфликты те же самые решать Он будет, по сути, как под колпаком расти И потом будет просто нежизнеспособен Не согласен в корне с этим Отработав как раз в системе образования Пройдя эту систему образования вдоль и поперек Не согласен Во-первых Сразу есть как бы Ну первое, так и не то, что червоточина Повод усомниться в этой позиции Вам не кажется странным, что общество, прогнившее до корней Вдруг заботится о том, чтобы ребенок стал нормальным человеком? То есть общество, прогнившее, матриархальное Которое действительно делает людей Во-первых, ненормальными Бракованными Во-вторых, настолько бракованными Что они в массе своей сами этого не понимают Ну вот, на примере с теми же женщинами И вдруг это общество будет думать, как сделать из вашего ребенка нормального человека Вам это странно? Мне кажется? Вот эта вот позиция, которая подается через психологию Что ребенок должен там уметь функционировать Там общаться с детьми, начиная с детского садика То есть все нацелено на то, чтобы ребенок стал нормальным человеком С чего вдруг? Если это общество расточено под то, чтобы человек стал уродом И женщина в первую очередь Чтобы она приняла эти матриархальные ценности Разваливала семью и так далее Поэтому общество, прогнившее, не может дать ничего Кроме прогнивших интересов Прогнивших целей этому ребенку И говорить о том, что вы не научитесь как-то взаимодействовать Ну знаете что? Совершайте преступление Попадайте в тюрьму Вас сажают там в камеру переполненную Вот уж взаимодействие с людьми Вы на секунду не останетесь одни Вы целые сутки будете постоянно на виду с людьми взаимодействовать По сравнению с таким положением человека Вот в камере, в тюремной Мы здесь на свободе, даже в школе, в институте Да мы вообще ни с кем не взаимодействуем Мы отшельники просто Вот там уж взаимодействие Хороший совет? Не очень Каким ценностям он научится? Криминальным ценностям этот человек Он переймет ценности криминального мира То же самое и здесь Ну научится он взаимодействию С кем? С вот этим прогнившим обществом Нужно ли это взаимодействие? Потом, если он не научится взаимодействию Какие-то моменты выработать То есть на той же работе это быстро вырабатывается Не надо переоценивать это общество Оно не учит квантовой физики Оно не учит там какой-то теории относительности Оно учит материться Для девочки оно ее портит в том плане, что ей все обязаны Для мальчика, что он всем обязан Короче говоря, никаких тайных знаний Ни в саду, ни в школе ребенку не открывают Вот это вот окружение Оно ему открывает ценности отмороженные Весьма и весьма отмороженные И говорит, что без них никак Да нет, они только портят человека Говорит, что он какие-то там другие получает Без которых потом в жизни не обойдется Тоже бы не сказал Во-первых, то, что в жизни нужно на работе Это небольшое количество информации Освоить запросто Все равно это ребенок будет жить Читать книги И как-то не с луны он свалился Что-то вы ему будете рассказывать Где-то он все-таки будет общаться со сверстниками В неформальной обстановке Это не полное инкапсулирование из мира Поэтому вот это мое мнение Полностью выдернуть из общества Дальше Ну, из общества, именно вот из этих форм Детский сад, школа, институт Не нужно, все надомно Дальше Просмотреть свое собственное окружение Не ребенка, а свое собственное Ребенок окружение потом уже будет по мере создавать В три года у него нет никакого окружения Посмотрите ваших друзей, подруг Родственников даже Не только друзей Даже родственные связи Очень многие вашего выбора не просто не примут По большому счету он их не касается Ну, ребенок ваш Выбора не примут настолько, что будут постоянно навязывать другой Ну, как же так вот Как же ты воспитываешь То есть будут лезть в воспитание Если вы будете воспитывать подонка То все глобально абстрагируются Ну, да, как ребенок, ну, хорошо Понятно, что подонком растет по каким-то косвенным признакам Ну, и слава богу Все нормально Нормальный член общества Если это общество увидит, что вы растите действительно нормального человека Вас начнут прессовать Как же так? Он же потом не сможет с людьми общаться Ай-яй-яй Ну-ка, срочно его нужно вот в какую-то систему подготовки подонков отдать Поэтому вам придется очень здорово ограничить свое окружение Вот этот, собственно, совет он и есть И я говорю, что это довольно-таки жесткий совет Не каждый на это пойдет Это сил требует определенных Это образованием ребенка заниматься Но, тем не менее, другого совета нет Очень сильно ограничить от общества Ну, вот примерно так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому